МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Союз самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасинок. И диакон Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Святки. Святые дни между Рождеством и Крещением отметил православный мир. Это время насыщено богослужениями, праздничными представлениями и гуляниями. Традиционный для Белгородчина день милосердного отношения к заключенным в этом году был ознаменован сразу несколькими значимыми мероприятиями. Новая жизнь во Кресте началась в эти дни у десятков призывников, пополнивших ряды вооруженных сил России этой зимой. Тысячелетие представления Крестителя Руси отмечает в этом году русский мир. В Москве в честь юбилея создается необычная скульптура князя Владимира. Хоровой смотр духовной музыки со всего света. В российской столице продолжает свою работу ставший традиционным музыкальный рождественский фестиваль. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Елена Образцова. Ее имя известно во всем мире. Она была несравненной великой звездой мировой оперной сцены, королевой меца-сопрано, символом и гордостью России, человеком влюбленным в жизнь, отдавшей себя без остатка любимому делу и ученикам. Елена Образцова ушла из жизни, перешагнув свой 75-летний юбилей. Отпевание певицы прошло в Храме Христоспасителя в Москве. Слово Эльвире Гордеевой. Последний путь с благословением, осененное крестным знамением. Отпевание народной артистки Советского Союза Елены Образцовой прошло в главном храме страны. По благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла его совершил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Глава Донской митрополии много раз исповедовал оперную певицу, а за несколько часов до ее смерти общался с ней по телефону. Полгода назад, в день 75-летия Елены Образцовой, митрополит Меркурий по поручению святейшего патриарха вручил мировой звезде оперной сцены орден Русской Православной Церкви, святой равноапостольной княгини Ольги Первой степени, высшую церковную награду для женщин. Она открывала свое сердце на встречу Богу, и Господь открывал ей на встречу сердца. Она понимала действия Божьего в мире и старалась первой часть возможной ей способом, как великая пенсия певицы, донести до других людей. Накануне на исторической сцене Большого театра прошла церемония прощания с выдающейся певицей, скончавшейся 12 января в клинике Германии. Причиной ее смерти стала остановка сердца. О своей тяжелой болезни она никому не говорила. Знали только самые близкие. Была великая женщина, талантливая во всем. Пухом будет ей земля. Царство небесное Елене, она в такие благодатные дни, поэтому за ее душу мы порадуемся, а она за нас. Она так любила жизнь и боролась за нее до конца. Еще больше она любила дарованное ей свыше призвание. В программе «В гостях у Дмитрия Гордона» Елена Образцова как-то сказала, что хотела бы сначала умереть, а потом уже петь закончить. Так до сих пор я и хочу. Сначала, чтобы я умерла, а потом уже закончила петь. А может быть, еще даст Бог на небесах попеть. Елена Образцова выступала в крупнейших театрах и концертных залах мира. Ей рукоплескали нескончаемыми овациями «Миланский ласкало» и «Нью-Йоркская митрополитена пера», «Лондонский Коингарден» и «Венская опера». Мечтой ее жизни было открытие в России Международной Академии Музыки, в которую могли бы приезжать ее коллеги и друзья для занятий с молодыми музыкантами. Преподавать будут самые великие певцы на свете, все, с которыми я пропела всю жизнь. Я все время говорю всем, что нужно скорее торопиться, пока мы живы, потому что сколько нам еще осталось. Увидеть свое долгожданное детище Елена Образцова так и не успела. Академия Музыки, ее имени, откроется в Петербурге в сентябре этого года. Строительство ведется на территории Большого гостиного двора с 2014 года. Святейший патриарх московский Евсея Руси Кирилл выразил соболезнования родным Елене Образцовой в связи с ее кончиной. Предстоятель отметил, что во всех обстоятельствах она стремилась следовать евангельской истине, исполнять заповеди Божьи, постоянно участвовать в таинствах церковных. Оставаясь верной дочерью Русской Православной Церкви, она старалась помогать храмам и обителям. Оказывала поддержку многим нуждающимся людям. Была настоящим патриотом России и искренне была убеждена в том, что возрождение Отечества неразрывно связано с православием. Женка Боженька все дает Боженька и петь тоже дает Боженька. Тело певицы будет предано земле на Новодевичьем кладбище. А вечером в Большом театре, где в течение полувека блистала немеркнущим светом великая оперная дива, пройдет концерт ее творческого друга и партнера по многим спектаклям Хосе Каререса. Свой единственный концерт в России выдающийся испанский тенор посвятит памяти Елены Образцовой. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе возглавил службу в храме Равноапостольной Марии Магдалины. На архиерейской службе вместе с приходом молился настоятель храма, священник Даниил Василевский и Евтандил Микава, главный врач детской больницы номер 2. Которую с храмом связывают особые узы дружбы. Равноапостольная Мария Магдалина является небесной покровительницей храма на Васильевском острове и детской больницы номер 2. Исторически сложилось, что храм и больницу объединяет не только общая святая, но и общие здания. Нынешняя детская больница – это в прошлом храм Марии Магдалины, который был первым каменным сооружением Петербурга. Построили его в конце XVIII века с примыкающими к церкви одноэтажными фригелями для богодельной и госпиталя. После революции храм был закрыт, осквернен, разграблен и обращен в склад, что нанесло строению непоправимый ущерб. Ныне в помещении бывшей церкви располагается больница. Под храм было выделено здание бывшей котельной. Сегодня здесь идет полноценная богослужебная жизнь, которая отражается и на детской больнице. В своем слове владыка Варсонофий отметил, как нужно помогать тем, кто нуждается в спасении. У больных ничуть меньше не становится, несмотря на всем успехи медицины. Болящих, скорбящих, обремененных полно, чем мы можем послужить сегодня людям. А ведь таких людей много. Но простой просто пример прийти в храм и вспомнить, кому же сегодня плохо, и записать их о здравии. Вот этих людей, из-за них церковь помолится. Спасаться даже мы вместе, помогать друг другу, поддерживать. И спасем все сами, и спасем вокруг нас множество людей, которые нуждаются сегодня в нашей помощи. На этой духовной войне бывает много раненых, много истекающих, всевозможных крови. Потому что бес сильно нас ранит, потом приходим мы в храм. Вот такие израненные уже, измученные, испачканные. И вот приходится отмывать нас, очищать, выхаживать здесь. Это то, что душа наша жила. Отец Даниил поблагодарил владыку и подарил ему икону Святой Марии Магдалины. Главный врач больницы пообещал архипастерю, что в больнице будут следовать и дальше словам спасителя. Даром получили, даром давайте. Выражаю вам огромную благодарность и низкий поклон. И обещаю, что и мы будем следовать Святому Писанию. Вы посещаете храм и больницу не как гость. Потому что больница и храм, в моем понимании, руководителя Большой больницы в Санкт-Петербурге – это единое целое. Своими воспоминаниями о работе в больнице поделилась прихожанка храма. Я думаю, что Мария Магдалина меня привела в этот храм и привела в эту больницу. Семь лет назад я устроилась сюда на работу заместителем главного врача. Проработала здесь пять лет. И, конечно, такой связи больницы и церкви я не представляла. Нигде и никогда. Но когда я сама оказалась непосредственно рядом и увидела это все в первом приближении, я поняла, в чем является сила чуда. Так, как сказал митрополит, когда медицина и православие, и вера рядом, бок о бок, и творят чудеса. В больничный храм могут зайти помолиться все желающие. Его двери открыты ежедневно. Более 20 лет назад на Белгородчине родилась традиция. На рождественские святки проводить День милосердного отношения к заключенным. В этот раз центральным событием дня стало освящение домового храма СИЗО номер 3 и конференция сотрудников УФСИН по Белгородской области и духовенства Белгородско-Староскольской метрополии. В третьем следственном изоляторе Белгорода домовый храм во имя святителя Николая Чудотворца появился еще 10 лет назад. Но тогда он занимал небольшую комнату в несколько квадратных метров. После реконструкции его площадь значительно увеличилась. Митрополит Белгородский-Староскольский Иоанн совершил чин малого освящения обновленного храма. На божественной литургии присутствовали сотрудники учреждения исполнения наказаний, священнослужители метрополии, окормляющие тюремные храмы. Заключенные во время следствия не могут посещать храм, но на богослужении были уже отбывающие наказания осужденные, которые работают здесь по обслуживанию изолятора. Самое главное – освободиться от греха, от которого мы здесь находимся. И большое спасибо администрации учреждения, за которую предоставлена возможность нам молиться, верить в настоящее, что будет все хорошо. Закон является педагогом, то есть наставником, который защищает человека от неправильных шагов. Чтобы наша жизнь соответствовала истине, чтобы мы обрели путь ко спасению, нам необходимо исполнять те заповеди, которые были оставлены Христом. Проводить на Белгоручине на святке День милосердного отношения к заключенным 21 год назад предложил митрополит Иоанн. Теперь такой день проводится во многих регионах России. Месяц назад мы только в первом чтении приняли законопроект о порядке сотрудничества с региозными организациями. Но вот уже многие годы именно Святая Церковь приходит непосредственно в колонии заключения к тем, кто находится в них. И своим словом, своим обращением, своим помыслом помогают им пройти вот эти трудные испытания. На 20-й конференции сотрудников уголовно-исполнительной системы и священнослужителей митрополии подводили итоги сотрудничества, наметили планы на будущее. А это окормление и осужденных, и сотрудников. Дистанционное обучение основам православия. Сбор пожертвований для осужденных. Разработка программы по социальной реабилитации освобождающихся из мест лишения свободы. Конкурсы на лучшую общину. Это добро, которое приходит к осужденным. Это их шанс. Их шанс обрести нравственную подпорку в жизни. Их шанс присмотреть отношения к жизни. Стать добрее и лучше. Найти опору и стержень, которая поможет им как отбыть наказание, так и найти свое место в нормальной жизни. Стать людьми. Участники конференции говорили о необходимости усилить миссионерскую работу среди заключенных. А для этого использовать радиопередачи и фильмы, рассказывающие о православии, об отечественной истории. Митрополия взяла на себя обязательство пополнять библиотеки колоний духовной литературой, в частности, изданиями о святом, равноапостольном князе Владимире, тысячелетие представления которого отмечается в этом году. Виталий Стариков, Дмитрий Боев, новости мира Белогорья для телекомпании «Союз». Еще один храм освящен митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином. В селе Белогорном Вольского района появилась церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Подробности в сюжете наших коллег. Село Белогорное Вольского района, в двух сотнях километрах от Саратова. Сто лет назад в нем проживало более 7 тысяч человек, сейчас 700. В начале 20-го века здесь был выстроен деревянный Покровский храм, который до наших дней не сохранился. После революции из него сделали клуб, как рассказывали мне дед, и начали топить иконами печку, и храм сгорел. Строительство нового Покровского храма стало возможным только попечением первого заместителя руководителя администрации президента России Вячеслава Володина, предки которого служили в старой Покровской церкви. А недавно к храму была пристроена колокольня, обновленный коностас. Художники из Владимира расписали стены. Митрополит Лонгин совершил великое освящение храма. За богослужение молились не только местные жители, прихожане Покровской церкви, приезжают также из окрестных деревень. Для многих это отдушно, потому что, особенно люди пожилого возраста, они даже не могли вообще никуда, потому что в районный центр далеко, и сейчас, сами знаете, автобусы ходят раз в неделю, и это хорошо. Настоятель Покровского храма, священник Дмитрий Пенкевич, родился и вырос в Саратове. Пять лет назад закончил духовную семинарию, служил в Свято-Георгиевском храме. У его супруги, матушки Елены, музыкальное образование. Она училась в Саратовской консерватории. Год назад, вместе с годовалым малышом, они приехали в Белогорное. Трудности служения проявились сразу. Они были связаны с тем, что в селе проживает немало потомков старобрядцев. Нездоровались, отворачивались. Но вот прошел время, буквально год, уже совершенно все по-другому. Поэтому мы это претерпели, пережили. И самое главное, на мой взгляд, то, что мы здесь нашли настоящих друзей, которые помогают, которые не оставляют в трудную минуту. Первыми в храм пришли дети. Ну а вслед за ними потянулись и родители, рассказывает матушка Елена. Она работает в местной школе-интернате, ведет уроки музыки. Сельские ребятишки с радостью выполняют различные послушания. Так 12-летний Иван Мухин обучился звонарному искусству. Девчонки и мальчишки стремятся быть ближе к церкви и часто предлагают свою помощь даже по хозяйству, рассказывает Елена. Мальчики приходят, снег когда почистят. Когда особенно батюшки не было, они чистили снег мне, чтобы в школу выйти с ребенком. Я же с ребенком, получается, ходила. А некому оставить. Снег чистят. Кто-то просто с Илюшкой поиграет у нас. Храм построен, освящен, благоустроена территория. Теперь самое главное, говорит отец Дмитрий, организовать дружный переход. Свой первый престольный праздник отметил Петербургский храм святителя Василия Великого в Осиновой роще. Его настоятель, священник Анатолий Першин, известен зрителям нашего канала как автор, исполнитель и ведущий музыкальной программы «Лаврские встречи». Наша съемочная группа побывала на праздничной божественной литургии и поздравила отца Анатолия. Еще год назад вряд ли кто-то из жителей района Осиновая роща предполагал, что однажды на месте трансформаторной будки вырастет храм, и люди пойдут вокруг его стен крестным ходом. А теперь здесь возглавил божественную литургию благочины Выборгского округа Санкт-Петербургской епархии протеерей Александр Будников. Это его первая служба в строящемся храме, после которой он поздравил настоятеля и прихожан с праздником. Отец Анатолий приложил много сил или усилий, много преодолел трудностей, хотя их и сейчас у него немало и будет впереди немало, но самое главное, он сумел организовать общину, приход и зажечь благодатную лампаду. То есть это не вещественно, я имею в виду лампаду, а лампаду – то место, где совершается божественная литургия и все таинства священно-действия церковной, то есть дом Божий. Ведущий программы беседы с батюшкой, диакон Михаил Кудрявцев, тоже поздравил отца Анатолия от имени телеканала. Ваш храм один, наверное, из немногих в русской православной церкви, о восстановлении которого молятся миллионы наших православных телезрителей. Мы желаем скорейшего восстановления вашего храма, разрешения всех коллизий. Сложностей у священников, строящих новые и восстанавливающих старые храмы, возникает немало. Не миновали они и приход отца Анатолия, но и за них батюшка благодарен Богу. Я очень удивлен вообще тому, что все происходит. Для меня это чудо Божие. Я вот такого прихода никогда нигде не видел. Это Господь посылает мне таких людей, живых, верующих. Мне с ними очень интересно. Они всегда откликаются на любую просьбу. Просто это чудо Божие. Минувшей осенью при храме появилась воскресная школа – детский хор. Разучивает с ребятами праздничные песнопения Надежда Арзамасцева. Детям очень нравится. Они говорят, мы готовы каждый день. Сегодня они пошли в школу ради того, чтобы поздравить благочинного, показать, как они поют. Храм, посвященный святителю Василию Великому, уже был построен в Осиновой роще в XIX веке владелицей усадьбы Авдотьей Левашовой. Но в советское время был уничтожен. Археологические работы позволили установить его точное местонахождение. Там теперь стоит крест. Однако достоверные документы, позволившие бы воссоздать храм, найти не удается. Вот уже два года Екатерина Малышева безрезультатно пытается достать хоть какие-то изображения деревянной церкви. Прихожане тоже обращаются к телезрителям. Может быть, кто-то видел или в альбомах есть изображение этой церкви. Было бы очень интересно. Приход надеется, что с Божьей помощью рядом с новой церковью святого Василия Великого появится большой храм архистратига Михаила и духовно-просветительский центр. В Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга состоялась торжественная церемония крещения военнослужащих из нескольких воинских частей Екатеринбургского гарнизона. Рассказывает Георгий Малышев. Таинство крещения совершали пять священнослужителей, исполняющих обязанности помощников командиров по работе с верующими военнослужащими. Крестилось 40 призывников, пополнивших ряды вооруженных сил России. Это зимой. Подобная церемония проводилась впервые в Екатеринбургской епархии. Есть надежда на то, что в будущем она станет традиционной. А мало кто помнит, что в царское время армию и церковь связывали другие, самые тесные взаимоотношения. В былые времена русский воин начинал любое дело с молитвы. Причем исполнял ее не один священник под звуковое сопровождение походного органа, как это было, например, в западных армиях, а исполнялась она всем строем, соборно. И вообще русский солдат не боялся смерти. Он боялся умереть без причастия или быть захороненным без церковного погребения. В армии, если брать период, допустим, Первой мировой войны, служило около 5000 военных священников. А сейчас 140 с небольшим, там 46, 45, я сейчас точно не помню. Есть разница, да? Да. Огромная разница. Что касается вот таких вот прецедентов, совместная молитва, они есть и сейчас. То есть есть? Они есть, конечно. Особенно тогда, когда священник очень хорошо работает в части и много православных солдат. И перед какими-то учениями обязательно совершается молебен перед выходами, перед походами какими-то. Это все совершается. Полевые храмы ставятся на учениях. Это все есть. На солдатском пути всегда поджидают трудности. И они не столько физические, сколько моральные. Здесь необходима крепость духа. И во многом приобрести ее помогает вера в Бога. Солдату, будь то рядовой или офицер, она необходима. Порой, среди невоцерковленных людей, бытует мнение, что крещение автоматически делает человека и верующим, и богоугодным. Однако стоит помнить, что крещение – это образ смерти для прошлого и для себя, и в то же время знак воскресения для новой жизни с Богом. Такой выбор вряд ли может быть случайным. Ведь каждый, как и сегодня каждый солдат, сделал его особенным. «Во имя Отца и Сына и Сына, и Сына, и Сына, и Сына, и Сына». Давно хотел уже покреститься, все никак не мог дойти. А тут по первой возможности решил воспользоваться случаем. С детства вера в Бога есть. И для себя, что верю, думаю даже, что помогает мне в чем-то где-то. В части предложили, как бы, по желанию, кто хочет. Вот, нас несколько, трое человек согласились. Вот, поехали. Перед армией хотел еще покреститься, не успел. Ходил, как бы, в церковь, все, но не успел. Крещение – это второе рождение. И каждый из ребят на всю жизнь запомнит это событие, которое состоялось в главном соборе Екатеринбургской епархии. Тем более, что не у каждого из военнослужащих есть возможность часто бывать в храме. В полевых условиях достаточно не так хорошо посещать их там. Но я не отворачиваюсь от Бога, я стараюсь молиться. То есть, постоянно, ну, прошу у Бога сил, например. Прошу здоровья моим близким, себе. Вот, потому что это помогает. Вот, как бы, конечно, бывает, ну, приходится нелегко, вот, но справляемся. Благотворительная акция «Синий цветок» прошла в храме Державной иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге. Прихожане организовали ярмарку, чтобы собрать рождественские подарки для воспитанников 11-го детского дома. На праздники побывала наш корреспондент Ксения Голышева. Милосердие – это когда делают добрые поступки. Например, какие? Помогают пожилым людям. Мы собирали деньги для детского дома, делали подарки для детского дома. Милосердие – это делать добрые дела, например, помогать нищим, денежки им давать, также детскому дому подарки на Рождество и Новый год дарить. А вот вы в семье, у вас делают дела милосердия? Мама там, например? Расскажи, какие? Мы все время готовим подарки для детского дома. Все время даем денежки нищим. Милосердие – это когда мы делаем добро и в чью-то жизнь добавляем радость, счастье и любовь. Милосердие – это милующее сердце, которое милует людей, помогает им во всем. Это когда накапливают деньги, чтобы помочь больным и бедным. У вас в Суе делают дела милосердия? Мама делает. Она делала футлярчики для телефонов вчера ночью. Мама и папа – Кать, Ань, Вер, Саш – трудились не только накануне ночью, но и предыдущие несколько недель. Пекли пряники, рисовали картины, вязали варежки, шили куклы, потом продавали это все на ярмарке. Таким образом, прихожане храма Державной иконы Божьей Матери собирают средства на развитие милосердного служения семьям и детям, на работу Духовно-просветительского центра, а также своим подопечным – воспитанникам детского дома номер 11. Для них юные прихожане храма делают эти бумажные цветы, которые ребята унесут с собой на память о праздновании Рождества. В начале прошлого века в Санкт-Петербурге традиционно проводились дни синего цветка. Таким образом, собирались средства на помощь больным детям и детям-сиротам. А этот синий цветок, который у меня в руках – символ надежды на наше будущее. Наши акции, они носят не только характер благотворительный, но и во многом просветительский. И особенно акция «Синий цветок», главная цель которой – это привлечь внимание широкого круга общественности, ну, начиная с наших прихожан, к проблеме воспитания ребенка в семье. К тому, что ребенок – это тот человек, который нуждается в особом о нем попечении. И если мы сейчас не позаботимся о наших детях, о наших семейных детях, о тех детях, которые остались без попечения родителей, если мы не вложимся в наше будущее поколение, то у нас нет будущего. В прошлом году акция собрала 64 тысячи рублей, которые пошли на работу Духовно-просветительского центра и на детский дом. Как обычно, праздник не обошелся без традиционных рождественских радостей – конкурса вертепов, пряников, мастер-классов. В Оргской епархии действует интересный проект – рассказы о жизни семей священнослужителей или их духовных чад. На очередной встрече жители Орска познакомились с внутренним укладом в семье Кожеватовых. Семья протеерея Георгия Кожеватова, клирика Свято-Георгиевского кафедрального собора, признана одной из лучших в России. В мероприятии принял участие епископ Орский и Гайский Ириней. ПЕСНЯ 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 Да, большая дана наша дружная семья! Папа, мама, Егор, Саша, Ваня, Дима, Криша, Антоша, Данилка, Василиса, Варвара и Аня. Как построить настоящую семью? Есть множество теоретических ответов на этот вопрос, а вот практических ответов, примеров реализации этих советов мало, и поэтому они особенно ценны. Очень важно именно увидеть своими глазами людей, которые создали крепкую дружную семью. Поэтому в Орской епархии родилась идея проводить семейные встречи и знакомиться с лучшими семьями епархии. Мы с самолетом познакомились на небесах. Всех полнесем уверенность и любовь сердцам. И оба благодарны мы с людьми, что встретимся в мире, а я тебе. Этот проект, возможно, единственный не только в русской церкви, в России, а возможно и в мире, рассказать о добродетелях, показать миру, что, как трудятся наши священники, как можно подражать верующим людям. Действо проходит в форме живого диалога со священником, членами его семьи и друзьями, сопровождаясь творческими выступлениями и видеопрезентацией. Семья протеерия Георгия, которая стала героем одной из встреч, признана лучшей семьей Оренбуржья, победителем окружного фестиваля конкурса «Успешная семья при Волжье-2014». За материнский подвиг в семье 10 детей матушка Елена была занесена на городскую доску почета. А на фестивале многодетных семей Московского международного форума «Многодетная семья и будущее человечество» Кожеватовых признали одной из лучших семей России. В чем секрет? В умении сохранять стрепетные отношения друг к другу, в терпении и, конечно же, в уповании на Бога. Стоит отметить, что православная семья – это вовсе не только посещение храма и бесконечная готовка и уборка. Это может быть и целый творческий коллектив. Выступления ребят произвели большое впечатление на зрителей. «Егорь, Саша, Дима – три старших сына. В домашнем хозяйстве все их по силам. Они и религии в параметре – чемпионы, а и гостины. Много учили им грамотные дали. И часто они стоят на пьедестале. Егорь, выводит едок, отдает. В СКБС его служба идет. Радный почтить и пройти до конца. Поможет пример ему едок и отца. Когда смотришь на такие семьи, укрепляется вера в то, что и самому получится создать крепкую семью, что вырастить много детей и сохранить любовь между мужем и женой – это реально. Подводя итоги недели, хотелось вспомнить, как православный мир встретил Рождество Христово. Особенно торжественно праздник отметили на Святой Земле. Главные торжества прошли в Вифлееме, городе, где родился Господь Иисус Христос. В сочельник на площади Ислейна против храма Рождества Христова состоялось традиционное шествие иерусалимского патриарха Феофила III, которое символизирует встречу волхвов с Богом-младенцем. Ночные богослужения прошли во всех православных храмах. Во дни празднования патриарх Феофил также провел торжественный прием. Праздничную встречу своим пением украсил камерный хор Данилова монастыря из России. Наш корреспондент на Святой Земле Евгения Бестужева расскажет подробнее о богослужениях и встрече. Рождение Господа по традиции встречают с особой торжественностью. В этот день совершается шествие к месту Рождества. Оно символизирует идущих за звездой волхвов. Праздничным строем прошли отряды скаутов из православных арабских школ Вифлеема. В это время иерусалимский патриарх Феофил в сопровождении архиереев отправляется от явских ворот Старого Города к месту Рождества. К моменту появления Блаженнейшего на площади Яслей уже собрались десятки местных жителей и паломников. Готовясь ко встрече иерусалимского патриарха Феофила, на площади Яслей в Вифлееме вышел сонм священнослужителей, среди которых были и представители русской духовной миссии в Иерусалиме, ее руководитель игумен Феофан и игумен Леонтий. После торжественной встречи процессия отправилась в базилику Рождества Христова, где начались службы на вечере. По традиции во всех православных храмах праздничное богослужение совершалось и ночью. В храме Рождества Христова в Вифлееме служил блаженнейший патриарх Феофил. Утренню он совершил в пещере Рождества, после чего состоялся крестный ход внутри храма и божественная литургия в Кафеликоне. Русскую духовную миссию представлял игумен Леонтий. В ночном богослужении приняли участие и священнослужители Русской Православной Церкви, совершающие паломничество по Святой Земле. В Большом храме Рождества Христова, можно сказать, не было свободных мест. В это же время в Рождественском вертепе совершалась литургия, которую возглавил иерарх Иерусалимского патриархата, митрополит Востерский Тимофей. Праздничное богослужение совершалось и в Иерусалиме. Ночную литургию в Троицком соборе совершил игумен Феофан в сослужении духовенства миссии. Помогал в служении хор, прибывший из Данилова монастыря. Сотни паломников, которым Господь подарил такую возможность попывать в Великий Праздник на Святой Земле, пребывали в большой радости. Торжественный прием патриарха Иерусалимского проходит ежегодно. Своим пением украсил встречу духовенства камерный хор Русского Патриаршего Центра Духовного Развития Детей и Молодежи при Святом Даниловом монастыре. Коллектив прибыл на Святую Землю по приглашению русской духовной миссии. В такой светлый праздник Рождества мы привезли, конечно же, калятки, русские народные песни и богослужебные песнопения. Нас заранее попросили, в Москву нам выставили ноты полихронию на это многолетие на греческом языке для патриарха Иерусалимского. В хоре Свято-Данилова монастыря поют 25 человек. На Святую Землю коллектив прибыл почти в полном составе. Перед выступлением молодые люди много репетировали, ведь, как признаются, петь на приеме у самого патриарха – большая ответственность. Опыт такого выступления у хористов уже был два года назад. В этот раз им также удалось справиться с волнением. О, свет на землю сошел, Бог на землю пришел. После выступления блаженнейший Феофил преподал хористам благословения и спел вместе с русским коллективом «Многолетие на греческом языке». А еще все получили памятные сувениры от Иерусалимской патриархии. Евгения Бестужева, Владимир Жаров, Иерусалим, Православный телеканал «Союз». Рождественские дни для Узбекистана ознаменовались разными праздничными событиями. Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий посетил Свято-Троицкий Георгиевский мужской монастырь и помолился с его насельниками. В Кафедральном соборе Ташкента была совершена архиерейская литургия с участием детей. Они пели на клиросе и были чтецами. А также в Ташкент прибыла Уральская святыня – ковчег с частицей мощей преподобного Василийска Сибирского. Свято-Троицкий Георгиевский мужской монастырь находится в городе Черчики. Здесь с митрополитом Викентием имели возможность помолиться не только насельники мужского монастыря, но и прибывшие сюда сестры Свято-Троицкой и Никольской женской обители. Важные слова архипастерского наставления прозвучали и для мирян. О том, как важно во всем стараться быть христианином и во внутреннем, и во внешнем, быть целостными. Если что-то нам предлагают, и что-то мы видим, и что-то даже приятное, хотелось бы, но это приятное для нашего светского ума, непросвещенного ума, светом и вами исключением, приятное, чтобы так ходить, так делать, так поступать, но оно не соответствует вере наше православное. Из ярких и необычных событий этих дней – детская архиерейская литургия в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента. Учащиеся воскресных школ исполняли богослужебные песнопения и читали положенные на службе тексты. Еще одно важное событие – прибытие в Ташкент к ковчега с частицей мощей преподобного Василиска Сибирского. Этот святой по послушанию родителям вступил в брак, но затем по согласию жены избрал монашеский путь. Многие годы подвязался в голоде и холоде, в уединении и стяжал сердечную молитву. Теперь жители Ташкента будут прибегать к святому Василиску с просьбой о помощи в духовном развитии. Родился к нему с верой, с любовью, с надеждой на его помощь, на его высокое удерживание к Богу. И что он может искадаться перед Богом все, что нам необходимо для нашей жизни, для нашего духовного возрастания в Боге, и для нашего исправления от разных различных наших пристрастий к земным утекам, к тем страстям, которые нас приводят в рабство грекам. И его молитвами будем стараться избавляться от этих наших недухов. Благая рождественская традиция появилась во многих епархиях Русской Православной Церкви. Архипастыри и священники в светлые дни праздника посещают родильные дома, делятся радостью о новорожденном Богомладенце с теми, кто сам недавно родил на свет малышей. Архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт приехал в Иссендукский родильный дом поздравить тех, у кого в рождественские дни тоже прибавление в семействе. Я хочу сказать вам спасибо за то, что вы в эти дни стали мамой. Спасибо. Пусть она вас хранит, пусть Господь оберегает вас, детишек ваших. Упустили ваши годы крепкими и дружными. Молодые мамы взволнованы и обрадованы. Совсем не ожидали такого сюрприза. Мне очень было приятно, очень память такая. Знаю, что рассказать дочке. По щекам Ирины от радости даже текут слезы. Евгений, появившийся на свет в канун праздника, ее первенец. Когда на тебя человек такими глазами смотрит, положительно, по-моему, у тебя столько чувств сразу дохлынуло. В рождественские дни в Иссендуках родились 14 малышей. Тем, кто стал мамой 7 января, повезло особо. Кроме необходимых младенцу вещей, солидный денежный приз. Можно сделать новорожденному хороший подарок. На Рождество родился Ибрагим. Мама Лариса мусульманка, но рождественская радость для всех, независимо от вероисповедания. Молодых мам в святочные дни владыка Феофилакт поздравляет ежегодно в разных родильных домах. Для виновниц торжества неожиданно и тайно. Чтобы чувствовали, Рождество всегда чудо. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поздравил с Рождеством Христом ребят из детских домов, коррекционных школ и других социальных учреждений области. Все они участники фестиваля «Вифлеемская звезда», который провела православная служба милосердия. Встреча прошла в формате концерта в Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии. Выступили как дети из детских домов, так и приглашенные коллективы. Детская архиерейская капелла «А кто их?» и другие. Фестиваль «Вифлеемская звезда» – это конкурс рождественских открыток, которые дети делают своими руками и в которых пишут свои пожелания и мечты. Это возможность познакомиться с историей праздника Рождества Христова, задуматься о его смысле. Около 400 детей из 32 учреждений области приняли участие в фестивале в этом году. Около ста из них смогли приехать на подведение итогов. Интересно, что в большинстве открыток нет просьб об игрушках, о каких-то материальных ценностях. Ребята благодарят Бога за то, что у них есть и просят здоровья своим близким. Вот одна из открыток. «Господи Боже, пишет тебе Руслан, я учусь в седьмом классе, живу вместе с братом Васей в детском доме. Недавно у нас умерла мама. Господи, помоги ей, чтобы она попала на небо и смотрела на нас, как мы учимся и живем. Я буду за нее молиться. Спасибо тебе, Господи, за твою доброту и любовь». По традиции в рождественские дни ребята со своими педагогами и воспитателями собираются в Духовном просветительском центре Екатеринбургской епархии, в гостях у митрополиты Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. «Дорогие дети, мы очень рады, дорогие взрослые, мы тоже очень рады видеть всех вас сегодня в этом доме. Мы рады, что праздник Рождества Христова, цветы и дни продолжаются сегодня именно с вашим присутствием. Мы с некоторыми познакомились уже во дворе нашей епархии. Мы покатались на горках с крейсера «Варяг». Кто не покатался, может это еще использовать». Мальчишки и девчонки представляют свои творческие номера, песни, танцы, а также для них выступают приглашенные коллективы. В конце происходит награждение победителей и все без исключения получают сладкие подарки. «А как сегодняшний концерт? Какие номера понравились?» «Нормальный, отличный концерт, понравился всем, я думаю». «А что за подарок вам вручили?» «Вертолет на пульте управления». «Мы на этом фестивале первый раз, и наши ребята готовили праздничные открытки. Вот Яна готовилась, Маша и все его, вот такой замечательный приз получили. Вот с большой радостью готовились, и праздник наполнен добром, радостью. Яна еще захотела вторую песню даже на концерте спеть. Так что праздник светом, добром наполнен, поэтому очень радостно здесь, и с удовольствием пришли, я думаю, мы еще, наверное, будем участвовать». В Николас-Ольбинском женском монастыре состоялся долгожданный детский праздник, собравший около 400 ребятишек не только из ближайших городов и селений, но и из Москвы, Московской области и Ярославля. Такие мероприятия имеют большое миссионерское значение. Многие не ходят в храм, ничего не знают о монастырях, а на елку с детьми и внуками пришли. Это очень хорошая проповедь. Через такие праздники люди узнают больше о Боге и православной вере. Все собрались с большой варваринской трапезной на концертную программу, которая началась со спектакля воспитанниц детского приюта «Волк и семеро овечек». Эта сказка была специально ими подготовлена к празднику Рождества. Девочки очень старались. Перед ними стояла нелегкая задача передать характер, настроение своих героев, донести до зрителя смысл основной идеи сказки. С этой задачей девочки прекрасно справились. Зрители увидели чудо Рождества Христова. Также хор-воспитанец исполнил несколько зимних и рождественских песен. Концертная программа была очень насыщенная. Всех детей порадовали своим ярким выступлением давние друзья Николы Сольбинского женского монастыря, творческий коллектив Центра эстетики и красоты «Катюша». Девочки исполнили несколько красивых танцевальных номеров, спели задорные песни и прочитали замечательные стихи про Рождество. Следующие артисты вызвали у ребятишек неописуемый восторг. Заслуженные артисты цирка вместе с дрессированными кошками и собачками специально приехали из Москвы на монастырский праздник, чтобы порадовать детишек своими забавными номерами. Также детям очень понравилось выступление московского дуэта иллюзионистов, который удивил всех своим необычным искусством. А многие из ребят даже имели возможность побывать в роли помощника-фокусника и прямо на сцене принять участие в этом интересном действии. Веселый праздник уже не помещался в стенах Варваринской трапезной, поэтому появился Дед Мороз со Снегурочкой и позвал всех детишек, а также их родителей, продолжить праздник на улице, где их ждал еще один сюрприз. Народный ансамбль «Русская потеха» из города Рыбинска подготовил веселые состязания. Дети водили хоровод, перетягивали канат, прыгали через скакалку, катались с горки и ездили на лошадки. По всему монастырю слышался радостный детский смех. Я уже не первый год приезжаю в Сольбу, и, пожалуй, такого количества людей и детей я не видела еще никогда. Поэтому хочется выразить огромную благодарность матушке, сестрам, девочкам, всем тем, кто, я знаю, что очень долго и кропотливо и готовился к этому празднику. Спасибо вам большое! Я приезжаю сюда уже не первый год, езжу с класса, наверное, со второго, сейчас я девятым, ну где-то семь лет. И из года в год все интереснее и интереснее, лучше и лучше. С огромной благодарностью за выступление, замечательные девочки, замечательное выступление приготовились, выступали просто великолепно, очень хорошее настроение. Душа отдохнула, очень приятно. Благодарность, всяческая. Спасибо. Калятками и рождественским спектаклем встретили праздник прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Шунга, Костромского района. Отмечать Рождество Христова по-особому здесь уже вошло в традицию. С самого утра в Покровском храме многолюдно. На торжественное богослужение собрались около 200 человек из Шунги, соседнего Стрельникова, Костромы. Многие родители привели с собой детей. Как отмечают священнослужители, молодежи в последнее время в храме стало больше. Для подрастающего поколения особое слово в проповеди настоятеля, отца Сергия. Они уже с этих малых лет приносят свои дары Христу. Вырастая, они уже другие дары будут приносить. То есть любовь ко Господу, любовь ко Христу, их чистая вера будет помогать им в их жизни. Потому что только через веру, через Бога мы сможем прожить долгую, счастливую и добрую жизнь. По окончании службы ребят ждал сюрприз. Воспитанники и педагоги воскресной школы, которая работает при храме уже 8 лет, подготовили спектакль. Сценарий составили сами. В его основу лег библейский сюжет. Малыши и взрослые с интересом наблюдали за путешествием Волхво, в котором звезда указала путь в Вифлеем, где родился Иисус Христос. Постановка была принята зрителями на ура. Мне очень понравилось выступление, герои очень добрые. Довольны и сами участники действа. Постановку они репетировали 3 месяца. Даже костюмы делали своими руками. Например, костюм пальмы придумывали неделю. Мы взяли красивое платье, черное, потому что у пальмы ствол коричневый. Взяли туфли черные, это как бы корни. И прическа, конечно, должна быть соответствующей. И такие красивые листики. Впрочем, по словам организаторов спектакля, его цель – не только порадовать и развлечь маленьких прихожан, но и простыми словами рассказать детям историю великого праздника и объяснить его духовный смысл. После совместной молитвы каждый юный прихожанин Шунгенского храма получил в подарок сладости. Один из главных христианских праздников в Московском Международном Доме Музыки отмечают фестивалем. В этом году здесь в пятый раз проходит Рождественский фестиваль духовной музыки. За годы своего существования он превратился в представительный хоровой смотр, участие в котором традиционно принимают ведущие коллективы из России и других стран. Художественное руководство этим масштабным музыкальным форумом приняли на себя Владимир Спиваков и митрополит Волоколамский Иларион. Фестиваль проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Фестиваль – это событие и важная веха в жизни Дома Музыки. Он занял свою нишу в концертной Москве, у него есть уже своя история и своя публика. Музыкальный форум помогает встретиться с лучшими хорами, приобщиться к многовековым традициям христианской музыкальной культуры и по-новому осмыслить праздник Рождества. Музыка в фестивальных вечерах прозвучит самая разная. От церковных песнопений 13-го столетия до сочинений современных композиторов на духовную тематику. В пятый раз мы открываем этот фестиваль для того, чтобы дать возможность услышать те произведения духовной музыки, которые прозвучат на нескольких концертах этого фестиваля. Я хотел бы всем вам пожелать приятного вечера. И хотел бы всем вам пожелать, чтобы радость, которую мы испытываем в эти рождественские дни, встречая пришедшего в мир Господа нашего Иисуса Христа, чтобы эта радость в наших сердцах сохранялась в течение всего года. В концерте-открытии, участниками которого стали Московский синодальный хор и симфонический оркестр Москвы, «Русская филармония», прозвучали русские церковные песнопения, знаменный распев, а также раннее русское многоголосье. Во втором отделении прозвучали произведения Иоганна Себастьяна Баха и хоральная прелюдия в приложении для оркестра митрополита Иллариона, который в этот вечер выступил и в качестве дирижера. По откликам зрителей музыкальный фестиваль вселяет большую радость. Нам восторг, просто до мурашек, очень трогательно, нам понравился и детский хор выступления. Большая благодарность Владыке Иллариону за этот фестиваль. Я поражен вас еще. Чудесная музыка, чудесный звук. Мне хочется сюда ходить каждый день теперь. Мы получили очень большое удовольствие. Надеемся еще, что эта традиция будет продолжена. В фестивале присоединяются новые коллективы, которые предлагают интересные программы. Участниками Рождественского форума 2015 года впервые станут праздничный хор Спаса Преображенского Влаамского монастыря, патриарший хор Храма Христа Спасителя, а также знаменитый чешский хор мальчиков и пользующийся огромной популярностью в Европе английский хор мальчиков, а также хор Митрополитического округа Русско-Православной Церкви в Республике Казахстан. Фестиваль проходит до 23 января. По традиции он завершится программой с участием Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Доброй традицией любительского петербургского хора «Астрон» стала организация в рождественскую пору благотворительного концерта. Пять лет назад архимандрит Елеазар, ныне преснопамятный духовник Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, благословил хор на такие концерты, дав название благому делу «Христорождественское приношение». Юбилейный концерт собрал две тысячи человек в зале Дворца культуры имени Горького, рассказывает Валерия Чистово. Вот и наступает долгожданный пятый юбилейный благотворительный концерт «Христорождественские приношения». Все торопятся занять свои места, а встречает всех символ Рождества – ангел. Съявление пастухам ангелов мир узнал о родившемся Христе. Ледяной вестник, который встречал гостей – лишь скульптура, но для детей, пришедших на праздник, это символ предстоящей радости. Перед началом концерта «Христорождественское приношение» состоялись рождественские мастерские, участниками которых стали маленькие зрители – воспитанники детских домов, даун-центра, детского хосписа, ученики воскресных и общеобразовательных школ. Ребята пели, танцевали и своими руками делали новогорние сувениры, расписывали елочные игрушки и открытки. Я тут сделала две поделки – варежку и елку. То есть тебе понравилось участие? Да, понравилось, потому что это время чудес. Начался концерт словами «Что тебе принесем Христе? Яко явился яси на земли, яко человек на сраде». За тейд дыхания зрители смотрели ожившую песочную историю о встрече человека с Богом. Вся тварь тебе дары приносит. Ангелы пение, небеса звезду, пустыни ясны, волхвы сокровища. Талант – тоже сокровище. Именно таланты принесли в дар участники концерта зрителям. Праздничная программа с трудом умещается в два часа. По сложившейся традиции открыли концерт организаторы праздника – любительский хор «Астрон». Ярким событием вечера было выступление особых детей из общества инвалидов. Танцевальный номер «Ангелы земные» был восторженно встречен публикой. Маленьких зрителей удивили отрывком из спектакля о «Снежной королеве» режиссера Дениса Замиралова. Герда – олицетворение добра и любви. Кай – олицетворение блудного сына. Снежная королева – обличие гордыни и зла. О христианском смысле сказки рассказал режиссер постановки. Андерсон – христианский писатель. И в оригинальном тексте Герда пела псалмы, когда шла, искала Кая, и помог ей Бог. Она просила помощи у Бога в этой любви. И любовь была прежде всего христианская к Каю, как к брату своему. Поэтому вот этот смысл мы попытались поддержать. Рожать в этой сказке, мне кажется, это очень актуально сейчас. Актуально это особенно в рождественские дни, когда мы все переживаем заново рождение Христа и вместе радуемся пришествию Его на землю. Счастье – это с ближним соучастие. Так говорил архимандрит Елеазар. В заключении концерта Христорождественское приношение было показано его рождественское поздравление, после чего все участники вышли на сцену, где им были вручены памятные подарки, сделанные руками особых детей. Завершит наш выпуск сюжет из российской столицы. В Москве создается пятиметровая ледяная скульптура святого князя Владимира. Этот проект приурочен к юбилейной дате – тысячелетию со дня представления князя Владимира, крестителя Руси. Ледовая скульптура появится на территории Московского храма новомучеников и исповедников российских в Бутове. Пока на месте пятиметровой скульптуры рабочие установили только ледяной постамент, но уже через несколько дней его украсит своим величием крупная фигура святого князя Владимира, крестителя Руси. Над ней сейчас трудятся скульпторы и авторы проекта. Он будет изображен с крестом, как человек, положивший начало христианизации Руси. Он несет крест, народ благословляет на крещение. Он первый Русь крестил. Он идет с крестом и несет этот крест по всему свету. На самом деле пятиметровая скульптура – это целый художественный и смысловой ансамбль изо льда, в самом низу которого с одной стороны будут стоять первые русские святые, сыновья Владимира, князья Борис и Глеб, с другой – равноапостольная Ольга. Великая княгиня, одна из первых, кто принял христианство на Руси, была бабушкой святого равноапостольного Владимира. Каждый образ и деталь, которые заключены в ансамбль ледяной скульптуры, рассказывают об истории Руси. Сам процесс, конечно, трудоемкий, тяжелый. Ну и в основном без труда, как говорят, не вытащишь рыбу из пруда. Ну, короче, говорят, трутся. Терпение и труд. Ледяная скульптура своим сюжетом обращена не только в прошлое нашего государства, но и в ее будущее. Дата тысячелетия со дня представления князя Владимира должна еще раз напомнить нам славянским народам, об общих корнях в истории и объединить народы Украины, Белоруссии и России. Мы все являемся прихожанами этого храма. Здесь работают прихожаны. Нам глубоко не безразлично, как развивается у нас страна, что будет с этой страной, как, значит, ну и где мы могли бы быть полезны. Создавая вот этот вот памятник, мы тем самым, значит, ну, вносим определенную долю, значит, вот, значит, для не только прихожан наших, а всех, кто здесь проезжает, приезжает в это тысячелетие, значит, ну, все мы вот, как мы себя чувствуем, все христианами, христианинами. Работы по созданию пятиметровой ледяной скульптуры должны завершиться до 18 января, в преддверии празднования Крещения Господня. На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня ночью и завтра утром в православных храмах и монастырях пройдут торжественные службы в честь Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Во вторник будет отмечаться собор Претечи и Крестителя Господня Иоанна. В четверг день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского и Всероссии Чудотворца. А в пятницу святителя Феофана, затворника Вышинского. В субботу церковь почти преподобного Феодосия Великого, общих житий начальника. А в следующий воскресный день будет совершаться память святителя Савы, архиепископа Сербского, а также мученицы Татьяны и с нею в Риме пострадавших. Об этих и других торжествах мы расскажем уже на следующей неделе. Всего Вам доброго! До свидания!